Наша гордость, наша слава. Отечественные записки. 19 декабря 9. Наша гордость, наша слава. Так уж получилось, что появиться на свет мне повезло в 10 часов утра того самого дня, когда вся наша единая и могучая социалистическая Родина от мала до велика, от края до края отмечала 70-летие своего любимого вождя и учителя. Но, наверное, впервые я осознал себя как личность в три с небольшим года со смертью Сталина. Помню темную площадь, гул, мне страшно, мама держит меня за ручку и плачет, чужие дяди и тети вытирают лица, я тоже плачу до самого дома. Приходит мой серьезный папа, разворачивает газету, там Сталин лежит с закрытыми глазами. Все вокруг только и говорят, умер, умер, умер. Сталин, Сталин. Пап, а я никогда не умру. Нет, сынок, нет. А почему тогда Сталин умер? Он не умер, Саша, он очень устал и спит. Второе воспоминание, связанное с ним. Мы переезжаем из комнаты на новую квартиру, на улице лето, мне пять с половиной лет, весело. Во дворе стоит грузовик, в кузов загружают кровать и стулья. Что-то там не умещается, а у меня в руках барельефчик глиняный, покрашенный, с Лениным и Сталином. Ну все, шутит кто-то. Если еще чего-нибудь возьмем, то Шурик не поместится. Я отчаянно силой бросаю барельефчик на асфальт. Он разбивается. Я гляжу на своего папу и чувствую, как ему, а через него и мне становится неловко. Он собирает осколки в какую-то бумагу, делает вид, что ничего не произошло, но я то вижу, как он весь покраснел и у него дрожат руки. Потом, это уже пятый класс, помню, здравицы, лозунги «Вперед к победе коммунизма», разговоры и наговоры о культе личности. Два трактора с просами у главного корпуса Мордовского государственного университета валит Сталина из постамента. Он не поддается, стоит. Его начинают раскачивать медленно, в резонанс. Сталин падает лицом на улицу большевистскую. Долго после этого бегали мы, ребятишки, на лесную свалку смотреть на поруганного вождя. Теперь это место сравняли с землей, огородили забором, назвали Саранским лесопарком. Все Хрущевское и все Брежневское время нам внушили, что плохой Сталин был антиподом хорошего Ленина, что он перед войной обезглавил нашу армию, лишил страну великих военачальников, которые, были бы живы, не подпустили бы немцев и к границе, что он репрессировал ни в чем не повинных, кристально чистых коммунистов, что партия осудила все злоупотребление культа личности и так далее. И тому подобное. Точка-точка-точка. А ведь когда-то о Сталине пелись песни. Сталин – наше знамя боевое. Сталин – наше юности полет. Это с ним мечтал встретиться храбрый личан юный боец Национально-освободительной армии Китая. Это ему в подарок вышивало красное знамя «Вьетнамская девочка». Это его за миг до своей смерти славила бесстрашная Зоя Космодемьянская. Это с криком «За Родину! За Сталина!» Высаживались в Крыму боевой керченский десант и мой, тогда девятнадцатилетний, отец. Это ему до гроба был верен мой дядя Павел, оклеветанный врагами и почти десять лет отрубивший на Колыме. Это о нем я помню и пишу свои песни с надеждой в душе и с болью в сердце. Ненавижу и не могу простить предателей. Сдавшийся предатель это враг скрытный, затаившийся, а потому он втройне опаснее явного врага. Живые примеры Солженицыны, трехпалые и меченые агенты пятой и шестой колонн, либеральные фашисты и отпрыски недобитых врагов народа. Сегодняшние жадные и подлые, лживые и развратные агенты пятой колонны, всякого рода подлиберальные шуты, холопы, холуи и мракобейцы вкупе со своими прихлебателями призывают покаяться перед предавшим его серым и ничтожным царем Николаем, а каяться народу нужно перед Сталиным. Первопричиной разделения СССР и всех наших сегодняшних бед является то, что вслед за хрущевскими ревизионистами из КПСС и мы, советские люди, в значительной своей массе отреклись от Сталина. Огромна наша коллективная вина перед товарищем Сталиным, потому что он оставил нам в наследство великую державу, а мы по глупости ли, по недомыслию, по злому ли умыслу или по меркантильному расчету, по собственной ли трусостой или по обывательскому равнодушию такую. Державу предали, продали, пропили и загубили. Так что же было у нас при Сталине? При Сталине у нас долг был делом чести, а высшим долгом было служение Родине. При Сталине у нас были самое уважительное отношение к старикам, самая трогательная забота о детях и подрастающем поколении, самый высокий коэффициент интеллектуализации молодежи. При Сталине у нас были самая передовая наука, самая динамичная экономика, самые надежные и оснащенные армии и флот, самые гуманистичные, жизнеутверждающие литература, музыка, искусство и кино. При Сталине у нас были лучшие в мире образования, здравоохранение, лучшая система воспитания, никем не превзойденная научная мысль и русский советский патриотизм. При Сталине мы имели минимальный индивидуализм, максимальный коллективизм и самые значительные достижения в спорте. При Сталине у нас были самая стабильная на Земле внутригосударственная обстановка, самый устойчивый курс рубля и самый верный внешнеполитический курс. При Сталине наша страна была полностью самодостаточной и полностью экономически и политически независимой. При Сталине русский народ занял лидирующие положения в мире и был самым здравомыслящим и самым чистым в духовном отношении народом. При Сталине отсутствовали внедренные и культивируемые у нас в нынешнее время Западом терроризм, наркомания и педофилия. При нем гомосексуализм и наркомания подавлялись в зародыши. При Сталине фашизм, нацизм, расизм и прочие измы капитализма вкупе с глобальной мялчностью, блудом и гипертрофированной мизантропией, вместе с предтечей капитализма и корнем вселенского зла сионизмом находились под колпаком и вне закона. При нем набирала силу идеология русско-советского единодержавия, базой которого было знание, что советская власть самая лучшая, Советский Союз самая могучая держава, советский народ во главе с русским самый творящий, самый надежный и самый добрый в мире народ. И это было правильно. Еще в 1938 году в работе о диалектическом и историческом материализме вождь советского народа совершенно точно заметил, чтобы не ошибиться в политике, надо быть революционером, а не реформистом. Эту фразу мы не должны забывать. Она должна быть нашим руководством к действию. Возродиться как единый и могучий народ мы сможем, только приняв и осознав наследие великого Сталина и его гениального предшественника Ленина. Результатом правления Сталина были не развал промышленности, сельского хозяйства, обороны, науки, образования, культуры и установления криминально-компродарского полуколониального режима, которые мы имеем сейчас, о превращении нашей страны в ведущую державу мира. Сегодня особенно актуальны положения Сталинской Конституции, общественная социалистическая собственность священна и неприкосновенна, и лица, покушающиеся на нее, являются врагами народа. Сталинизм заключает в себе сверхусилие, сверхсосредоточенность, сверхмобилизацию, сверхответственность и сверхдисциплину. Сталинизм – путь к спасению и России, и мира в целом. Знавал я одного трудового предпринимателя Александра Николаевича, отца пятерых детей, довольно обеспеченного, но думающего головой, а не видеодуроскопом. Говорил он, вернись, сталинская власть, откажусь от дома двухэтажного и от всего лишнего. Хватит мне с женой и младшим сыном двухкомнатной квартиры, зато жить я буду без торгашеских проблем, без телевизионного растления и задатые внуков своих буду спокоен. Точка-точка-точка. О себе скажу, что пишу русские и советские песни сопротивления, в которых призываю людей к русскому и советскому единству, потому что жить единым обществом справедливее и полезнее, чем существовать в буржуазном маяхата с краю псевдосвободном единоличии. Я знаю, что самым ярким символом советского сопротивления на сегодня является товарищ Сталин, и в этом он со своим наступательным и созидательным учением сталинизмом, как никто другой, помогает всем, кто хочет обрести истинную свободу и жизнь, достойную разумного человека. Сталинизм высокой мудрости звезда. Сталинизм наука битвы и труда. Сталинизм марксизма творческий полет. Сталинизм отчизны легендарный взлет. Сегодня критерием настоящих патриотов является их отношение к товарищу Сталину. В их сердцах и делах Иосиф Виссарионович жил, жив и будет жить. И пусть пока еще курожатся над поверженным львом, опекаемый Западом доморощенные русофобы и антисоветчики, безродные власовцы и царебожники, обиженные мемориальщики и бандеровцы, пусть злобствуют и сходят ядом нанятые ими для лжи и клеветы на нашего вождя и на наше советское прошлое продажные телевизионные микрофонщики и бумага мараки. Время Сталина придет. Сталин навеки с нами. Сталин. Наша гордость. Сталин наши знамя. Сталин нашей веры. Золотое пламя. Сталин. Справедливый. Вождь. Большевиков. Сталин свет и правда. Будущих веков. Слава товарищу. Сталину. Сталинский марш. Кто помнит союза могучую стать. Сейчас среди бед и тревог. Гляди веселее, не смей отступать. Отвага победы залог. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний рубеж недалек. Не прячьтесь, не трусьте. Не верьте рабам. Ведь мы же советский народ. За нами стоят, как заградотряд. Суворов, Пожарский, Донской. Сомнения прочь ни шагу назад. Смелей за отчизну в бой. На помощь идет к нам. Пространство пронзив. Сквозь грозы, метели и дождь. Парад принимает, встает впереди. Наш Сталин испытанный вождь. За ним наши маршалы строятся в ряд. Отринув за гробный покой. Ни шагу назад, ни шагу назад. Смелей за отчизну в бой. И все, кто при жизни державу любил. Погиб за нее в войну. За нынешних нас встают из могил. За общую нашу страну. Исполним же, братья, сыновни свой долг. Отчизны врагу не сдадим. Ни шагу назад, израненный полк. Со Сталином вновь победим. Проклятое иго за горло взяло. Родимый отеческий край. Чтоб вновь пересилить вселенское зло. По Сталину время сверяй. Ведь если ты русский, ты сердцем. Сей, страна оскорбленная плод. В боях за нее ни шагу назад. Со Сталином в сердце и вперед. Сограждане, люди. Понять мы должны одну непреложную суть. Что ныне, как прежде, для нашей страны спасение сталинский путь. Звучит над войсками железный приказ. Ни шагу назад. И родной наш генералисимис смотрит на нас. Зовет нас за родину в бой. Вставка. Сей, наша гордость. Сталин наше знамя. Сталин нашей веры трепетное пламя. Сталин справедливый вождь большевиков. Сталин свет и правда будущих веков. За родину в бой. За Сталина в бой. За русский, советский народ. За социализм. За советский наш строй. За веру. За правду. Вперед. Вперед. За Сей, за советский наш строй. За нашу победу. Вперед. Вперед. Ленинград Александр Харчиков.